Итак, добрый день! Здравствуйте, дорогие подписчики канала по следам карты и гости нашего канала, которые просто зашли. И сегодня мы рассматриваем замечательную колоду Мерлин, послание и озарение. Сейчас мы с вами задаем вопрос. Вопрос будет формулироваться таким. Назовите, пожалуйста, свою ситуацию, слух или про себя, которая вам не очень везёт. Или ту ситуацию, которую, как бы вы ни старались, прилагали максимум усилий, вы всё равно не получаете нужного результата. И сейчас мы посмотрим подсказку от нашего бессознательного, что необходимо сделать, что поможет исправить эту ситуацию, что приведёт вас, возможно, к успеху и получение необходимого нужного результата. Итак, для вас я выложу четыре варианта. Вариант первый, вариант второй, вариант третий и вариант четвёртый. И я даю вам полминуточки для того, чтобы вы посмотрели на эти четыре карты и решили, какая из них будет ответом, подсказком на ваш вопрос, в ситуацию, в которой вам не везёт, по вашему мнению, в которой вы, несмотря на все прилагаемые усилия, не можете получить результат желаемый, результат моделируемый вами. Итак, надеюсь, вы определились с первой картой, вторая, третья и четвёртая с картой. Давайте послушаем подсказки. Итак, для тех, кто выбрал первую карту. Возвысить голос. Вы видите, что здесь мифический Мерлин трубит в дуду, и его громогласно выходят звуки, и слушают его другие Мерлины. Получается, что для того, чтобы вашу ситуацию приблизить к разрешению, к желаемому вам, для вас результату, вам необходимо возвысить свой голос. Возможно, здесь не в этих колодах переводы с Ицыка Шмулевича, с иврита, не совсем художественные, не совсем, возможно, дословные. Поэтому возвысить голос – это не значит повысить, а значит проявить свой голос, заявить. Возможно, вам необходимо заявить о своих потребностях, возможно, вам необходимо сказать о своих желаниях, сказать о своих намерениях, то есть проявить, проговаривать через голос то, что вам необходимо. Или это также может быть подсказка для того, чтобы ваше желание, либо ваша цель осуществилась, которую вы считаете вам не везёт, так как в карте несколько присутствует людей. Поговорить с этими людьми, то есть проявиться через голос, проявить своё намерение, возможно, поделиться с теми людьми, которыми вы можете это сделать, которые помогут вам каким-то советом или действием, или поддержкой и так далее. То есть для вас совет по разрешению ситуации, для получения необходимого вам результата – проявить, возвысить свой голос, проговорить. Ведь самые частые проблемы у нас случаются из-за того, что мы не разговариваем, семьи не разговаривают, партнёры по бизнесу не разговаривают. Точнее, они говорят, но не о том, что хотят сказать, не о том, что думают. Они не конкурентны в своих словах. Они говорят о каких-то планах, купи хлеб или купи тот завод, подумай, где мы проведём отпуск, или подумай, куда нам вложить, инвестировать свои средства, если это бизнес-партнёры. Но не говорят о том, что они хотят, о чём они мечтают, о реальных своих потребностях. И вот здесь совет от этой карты – проявить, возвысить свой голос. Далее второй вариант для тех, кто загадал второй. Согласиться на конфликт. То есть вам подсказка для того, чтобы ваша ситуация разрешилась в вашу пользу. Та ситуация, в которой вы давно прилагаете усилия, но не можете получить необходимого результата. Считайте, что вам не везёт в ней катастрофически. Подсказка от послания от Мерлина вам – согласиться на конфликт. Иногда все советуют, часто советуют садиться за стол переговоров, часто советуют прибегать к мудрости. Но иногда для разрешения каких-то ситуаций, возможно, нужно идти на конфликт. Зная, что человек или группа людей не примет ваше предложение, зная, что не согласятся сразу с вами, вам необходима подсказка всё-таки найти в себе духовные силы, прежде всего, душевные силы, и пойти на этот конфликт, и выйти из него, естественно, победителем. В такой случае ваша ситуация наконец-то разрешится, и вы получите необходимый для себя результат. Это надо иметь очень большую смелость и внутренние ресурсы, и, естественно, часть своего внимания оставлять в наблюдателе, беспрестоласном, холодном, который не болеет ни за одну из конфликтующих сторон, для того, чтобы не впадать, не западать, не залипать эмоционально в конфликтную ситуацию, а сохранять разумную позицию. И есть такая замечательная пословица, мне она очень нравится, что мудрый царь не ищет войны, но всегда должен быть к ней готов. То здесь вы должны быть готовы и согласиться на конфликтную ситуацию. И я вам желаю в этом успеха, и да пребудет с вами сила. Следующий вариант. Для тех, кто загадал третий вариант. Послание от Мерлина. Отказаться от управления миром. Ох, как сильно. Значит, в той ситуации, в которой вы пролагали много сил, энергии, вкладывали свой весь потенциал и ресурс, и которая до длительного времени не приводила вас к успеху, сейчас для того, чтобы получился все-таки необходимый, был получен все-таки необходимый вам результат, чтобы эта ситуация разрешилась в вашу пользу, чтобы эта ситуация принесла вам благой и нужный результат. Вам нужно отказаться от управления миром. Возможно, вы скажете, так я и так не управлял миром. О чем это? Ну, так как карты метафорические, то, конечно, ваш ответ будет для вас правильным. Но здесь очевидно одно. Здесь говорится о, возможно, подумайте о тотальном контроле, когда вы стремитесь контролировать любую ситуацию, в том числе в ту, к которой вы привязаны эмоционально, которую вы не можете отпустить, ту, которую вы хотите получить необходимый, желаемый, моделируемый результат. И вы так как бы за нее вцепились энергетически, вы так ее держите, что только отказавшись от ее контроля и управления, вы получите необходимый результат. Подумайте истинные свои намерения. Поговорите самим с собой, уединившись честно и открыто. Сейчас, контролируя все процессы в своей жизни, то есть ваш внутренний мир, ваш внешний, скорее всего, мир, ваш внутренний мир через слова, свои действия, обдумывания часто, частый контроль. Ваш внешний мир, контролируете ли вы своих близких, родных, коллег по работе, подчиненных, руководителей, возможно, партнеров по бизнесу, постоянно контролируя каждый их шаг, слово, отслеживая их в соцсетях, отслеживая их личную жизнь. Получите ли вы желаемый результат. И Мерлин вам советует как раз отказаться от управления этим миром. Вот такая замечательная для вас подсказка для тех, кто выбрал третий вариант. И для тех, кто выбрал четвертый вариант, совет брать на себя серьезные обязательства. Вы видите двух Мерлинов, которые с области сердечной чакры, ну или Манипуры, коучинговой чакры, так как все-таки желтые руки, протягивают друг к другу руки. Возможно, эти две чакры здесь и вместе соединены. То есть и санахаты, и из Манипуры, то есть и с коучинговой чакры, и из чувственной чакры вы протягиваете друг к другу руки и берете какие-то серьезные обязательства, возможно, по отношению к друг другу. Как эта карта и подсказка связаны с вашей ситуацией, ответить можете вы сами. Скорее всего, в той ситуации, в которой вы долго не находите решения, в той ситуации, в которой вы хотите получить конкретный желаемый результат, в той ситуации, которая долго, как песок сквозь пальцы, вытекает у вас из руки, вы не можете достичь желаемого, вам необходимо брать все-таки на себя серьезные обязательства, проговорить партнеру, какой бы это партнер ни был, возможно, партнер в личной жизни, коллега на работе, подчиненный руководитель, партнер по бизнесу, это ваш ребенок или это ваш родитель, вы можете достигнуть, если все-таки карта парная связана с конкретным человеком или с конкретными людьми, успех в этой ситуации, когда вы возьмете на себя серьезные обязательства по отношению к этому человеку, конкретному или группе людей, либо вы возьмете серьезные обязательства по отношению к своему проекту, за которым также стоят люди, к своему бизнесу, то есть и эта ситуация будет разрешена, когда вы заявите, протянете искренне, видите, друг другу руки и возьмете обязательства, ведь второй человек может быть кто угодно, и конкретным человеком, и метафорическим сборным образом группы людей, коллектива определенного эгрегора. Также это может быть просто проект, ваш какой-то творческий проект, у вас какой-то бизнес-проект, это может быть любой, там, не знаю, дом почему-то идет, какое-то намерение путешествий, ваше желание, то есть пусть кто-то назначьте одного из Мерлина своим, той ситуацией, тем желанием, которое вы долгое время не можете получить, искомый, желаемый, необходимый результат, второй Мерлин будете вы, и просто возьмите на себя серьезные обязательства. Если нет возможности конкретно сказать этому человеку, группе людей, ну, своей цели, вы можете это сфотографировать просто, как на карте, и назначить, например, это я, это моя цель, я беру по отношению к этой цели серьезные обязательства. Какие именно? Пункт 1, пункт 2, пункт 3, прописать их, желательно на бумаге, и четкие критерии выполнения этого обязательства. Как я пойму, что это обязательство выполнено? И вы посмотрите, насколько близко вы приблизитесь, выполняете обязательства по отношению к желаемому результату, насколько быстрее пойдет ваше продвижение, и насколько желанней будет результат, который вы получите. Я вам желаю успеха для тех, кто выбрал карту 4. Итак, все карты открыты. Я желаю, чтобы ваши намерения были выполнены, чтобы ваши желания приносили пользу вам и миру. Благодарю. Подписывайтесь на мой канал. В первом закрепленном комментарии будут контакты, благодаря которым, обратившись к которым, вы можете получить индивидуальные подсказки на свои запросы психологические. Подождать ваших комментариев. До встречи в новых видео.